Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. В режиме 24 на 7 Белл целиком подключил 10-тысячного абонента услуги видеоконтроль для частного сектора. Востребность именно на эту услугу очень серьезная. Кто стал юбилеевым пользователем? На пасашок ГАИ задержала пьяного бесправника. Бокрилова движется в сторону зеркалки. Сколько промилей показало освидетельствование? Бой за Щатковский мост под Бобруйском пройдет масштабная реконструкция. Когда? А также экономическая война, китайские медикаменты и законный полет. В стране изменились правила использования дронов. Что требуют от владельцев? Искусственными барьерами нас не разделить. Президент встретился с губернатором Калининградской области. Александр Лукашенко отметил, предпринятая Западом в 2022-м беспрецедентная попытка ограничить наше общение и свободное движение грузов железнодорожным и автомобильным транспортом, как из России, так и из Беларуси, была обречена на провал. Мы преодолеваем все сложности, в том числе за счет накопленного потенциала в промышленной сфере, производственной кооперации и давних дружественных отношений. Товарооборот – 500 миллионов долларов. Но можно достичь большего, подчеркнул глава государства. Как бы нас ни пытались разделить искусственными барьерами, не получится. Но это опасно. Это опасно, потому что это уже экономическая война. И не только экономическая война, которую нам безумцы эти известные пытаются объявить России и Беларуси не первый раз. Потом пусть не обижаются. Притом мы же никому не угрыжаем. Мы просто блюдем наши интересы в Беларуси и России. Пока с трудом, но удается как-то терпеть все эти выходки. Но бесконечно это просто продолжаться не может. И поэтому руководство, руководство подчеркиваю, балтийских государств, да, наверное, и Польша должна это прекрасно понимать. Мы эти сложности преодолеваем. Наше предприятие готово участвовать в процедурах закупок грузовиков, сельхоз, дорожных, коммунальных и строительных машин. Есть потенциал для поставок общественного транспорта, привлечения белорусских строителей для возведения новых объектов в Калининградской области. Беларусь также предлагает увеличить объемы продовольствия. Алкоголь в крови. В Бобруйске задержан пьяный бесправник. В четверг днем в дежурную часть поступил звонок. На том конце провода сообщили, водитель «Вольво» едет неадекватно. Спустя несколько минут наряд ДПС подал лихачу требования об остановке. Однако 40-летний местный житель его проигнорировал и устроил погоню. В результате чего автомобилист врезался в джили. Право уходит к зеркалке. По крылово движется в сторону зеркалки. В итоге гонщик остановила разделительная полоса. Медицинское освидетельствование показало 2,3 промилле алкоголя. В отношении мужчины составлено 9 протоколов. Авто доставлено на штрафстоянку. Правонарушитель ВВС. Отопительный сезон, пересчитанные баллы и летний прогноз. В Беларусь вернется лето. Насколько поднимется столбик термометра. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси могут начать производить китайские медикаменты. Речь о лекарствах, вакцинах и инсулине. Пандемия коронавируса негативно сказалась на раннем выявлении онкологических и кардиологических заболеваний. Теперь эту ситуацию нужно исправлять. Для этого нам важны поставки с КНР нового диагностического оборудования. Прорабатывается также возможность строительства на территории нашего государства учреждений здравоохранения под ключ. В стране изменились правила использования дронов. Владельцам придется подтвердить законность приобретения летательных аппаратов и пройти обучение. Это можно сделать в ДОСАВ, Национальной академии гражданской авиации и технологическом университете. Беспилотник также нужно зарегистрировать. Ему будет присвоен уникальный номер. Кроме того, необходимо получить разрешение на взлет и аэрофотосъемку от Генштаба. Жилищный фонд готовит к отопительному сезону. Специалисты осматривают тепловые узлы, проверяют оборудование, проводят профилактический ремонт и гидропневматическую промывку системы. После тестовое испытание подготовку коммунальные службы начали сразу же после отключения батарей. Дедлайн всех работ в середине июля. Получить паспорта готовности нужно до 1 сентября. Результаты централизованного экзамена пересчитали по понятной методике. Абитуриентам, которые готовятся к участию в ЦТ, стоит обратить внимание. Условия проведения будут идентичны с ЦЕ. Это касается как сложности заданий, которые полностью соответствуют школьной программе, так и расчета тестовых баллов. Минобразование продолжит прием граждан. Специалисты готовы дать необходимые разъяснения. В середине недели в страну вернется лето. В среду ожидается до плюс 27 без осадков. Прогнозируется малооблачная погода и слабый ветер. На большей части территорий Минска и Гомельской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Только за прошлые сутки произошло 15 лесных возгораний. С огнем в массивах специалисты сражаются уже 30 дней без перерыва. Потяжелевшая жировка в Беларуси выросла оплата коммуналки. Повышение тарифов на ЖКО проходит в два этапа. Первый – в начале года. Тогда сумма платежей увеличилась на 9 рублей 53 копейки. Теперь прибавка на отопление и подогрев воды – 4,39. В прошлый раз рост стоимости тепла и энергии был в 2021-м. К слову, предусмотрены случаи, когда можно провести перерасчет и уменьшить итоговую цифру в квитанции. Плата за некоторые виды коммунальных услуг, такие как обращение с твердыми коммунальными отходами, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение при условии отсутствия потребителей, индивидуальных приборов учета расхода газа и воды, а также электроэнергия, потребляемая на работу лифта, не взымается в случае, если потребитель выехал с постоянного места жительства на срок свыше 10 суток подряд. Главное после возвращения в течение семи дней подать в РВЦ документы. Те, кто проживают в общежитиях, но уезжали на время, не освобождаются от оплаты электроэнергии, теплоснабжения, санитарного содержания вспомогательных помещений и пользования лифтом. Если человек намерен долго отсутствовать, оплатить услуги ЖКУ можно авансовым платежом. Это убережет от образования долгов и начисления пении. В режиме онлайн компания Белтелеком подключила 10-тысячного абонента услуги видеоконтроль для частного сектора. Юбилейным пользователем стала семья Агафоновых из агрогородка Большие Бортники. Для хозяев подготовили сертификаты и подарки, какие расскажет Елизавета Липеева. Когда Агафоновы узнали, что Белтелеком предоставляет услугу видеоконтроль, сразу же отправили заявку на подключение. И вот заботливая бабушка четырех внуков уже просматривает записи с камер. За безопасность можно не переживать. Неожиданный и приятный сюрприз – супруг Елены Петровны становится 10-тысячным абонентом. В Большие Бортники едут с подарками. Для меня это шок, я не знала, мне вчера позвонили, сказали огромное, конечно, спасибо, приятно. Руководство Бобруйского узла электросвязи сердечно благодарит юбилейного абонента за доверие и выбор компании. В подарок сертификат на право пользования услугой видеоконтроль «Домлайт» со скидкой 99% сроком на год. Приятный бонус – современный смартфон, с помощью которого можно просматривать записи с камер. Плюс робот-пылесос. С таким количеством детей в хозяйстве точно пригодится. На сегодняшний день эта услуга на Бобруйске, в принципе, наиболее востребованная услуга. Мы первые начали внедрять эту услугу. И вот этот юбилейный абонент в Бобруйском районе – это не просто так. Это действительно количество этих абонентов на самой большой республике Беларусь. Качество, надёжность и доступность. Видеоконтроль обеспечивает круглосуточную безопасность. Записи можно просматривать в режиме онлайн. В архиве изображений хранятся 30 суток. Для комфорта пользователей созданы все условия. Компания не только бесплатно устанавливает и подключает всевидящее око, но и помогает выбрать оптимальное расположение камер. Ставка на этот сектор – это буквально последний год, наверное, месяцев 9. И поэтому мы видим, что на текущий момент востребованность именно на эти услуги очень серьёзная. В сутки примерно прирост базы по стране колеблется от 50 до 100 камер в день. Всего Белтелеком установил около 120 тысяч камер по всей стране. Как в многоэтажках, так и в частном секторе. О пользе видеонаблюдения говорят многие факты. Количество раскрытых преступлений с помощью современных технологий растёт каждый год. В общественных местах уровень преступности снизился как минимум наполовину. Также записи помогают при решении конфликтных ситуаций. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. И плавилась броня. В Щатково пройдёт масштабная реконструкция. Бобруйский котёл воспроизведут уже в третий раз. Деревня навсегда вписана в историю Великой Отечественной. В конце июня 1944-го здесь развернулись жестокие бои за мост через Березину. События стали завершающим этапом победоносного наступления, которое предопределило дальнейший стремительный успех операции «Багратион». Проведение слёта запланировано на 23-25 июня. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!